Будете смеяться, обзор пакетов от Останина. 7 миллионов 600 тысяч рублей. То есть вы при желании можете накрутить у себя, не знаю, температуру, как в сауне. Первым этажам продаются террасы. Итак, друзья, сегодня снимаем очередной ролик, интересный, про дорогую квартиру в далеком месте, в Девяткино. Все, тогда мы садимся в автомобиль и поехали. Приветствую вас, друзья. Вы находитесь на канале ПРОПИТЕР. Мы рассказываем про недвижимость и специально решили начать снимать ролик на улице. Хотя они хотели мерзнуть, хотели все сделать в квартире, но так как мы сегодня снимаем ролик про самую дорогую квартиру в Девяткино. То есть Девяткино сама как отдельная локация, город Мурино, называйте как хотите. Друзья, когда мы говорим самая дорогая квартира в Девяткино, нужно отметить, что Энфилд, конечно же, находится в буграх. Но, тем не менее, привязка все равно к метро Девяткино и там есть, конечно, разница, но она такая достаточно гомеопатическая, нужно отметить. Нашли мы для вас эту самую дорогую квартиру, расскажем про плюсы и минусы, покажем ее изнутри. Но сейчас мы хотели бы показать снаружи. То есть это те вещи, которые, ну, не знаю, когда ты их покупаешь, наверное, в меньшей степени на них обращаешь внимание. Итак, несколько особенностей. Вот вы можете увидеть наверху террасы. Это заявлено у застройщика, компании Арсенал, ЖК Энфилд, что будут террасы и ими могут пользоваться жильцы этого дома. Это первое. Второе. На первых этажах, ну, первый этажит часто же, да, или делают коммерческие, или, соответственно, как-то пытаются их продать дисконтом, потому что, в принципе, совершенно справедливо, людям не нравится жить, когда люди могут заглянуть в окно или что-то еще. Здесь вышли из этой ситуации каким образом? К первым этажам продаются террасы. Вот при этом эта терраса такая, знаете, не освоена, но вот здесь рядом есть террасы, которые уже пользуются. Пойдемте, мы с вами ее посмотрим. И мне она тоже показалась интересной. Смотрите, в чем. Во-первых, видимо, ходят коты, судя по тому, что стоит внизу решетка. Вот я как-то слабо себе могу представить, что я бы получил удовольствие, сидя на этой террасе. Ну, не знаю, ну, выйти покурить, то курить. Это я допускаю. А так, вот у нас вход в парадную, да, хотя здесь написано подъезд, а подъезд, как известно, у них в Москве. Вход в парадную и вот ваша терраса. То есть вот здесь сколько шагов буквально? Раз, два, три. Три метра. Вот такое удовольствие. Но зато везде, как вы видите, да, навесы, все, чтобы можно было хорошо сделать. Господи, как же она называется эта штука-то? И это, причем, системная штука, то есть это стоит у всех. Что третье мне здесь понравилось и что я вам хотел бы показать, это я впервые здесь увидел пакеты для собак. То есть вот у меня есть собака, много из вас об этом знают. Я за ней убираю. То есть я как-то не выставляю это на показ, но я убираю за ней вообще всегда. И проблема была в чем? То есть я пользовался бумажным, ой, в смысле этими, господи, пластиковыми пакетами, и меня это страшно смущало. Я даже, был у меня период, я покуривал, меня, например, дико бесило, что фильтр, он остается, и ты его никуда как бы не утилизируешь. А здесь я, получается, убираю за собакой в пластиковый пакет, я еще больше мусорил. Но здесь системно есть держатели для пакетов для уборки за собаками. Пойдемте посмотрим, они очень классные. Так, собственно, очень забавный ретро-автомобиль. Я сначала удивился, думаю, в таком классном состоянии стоит, и оказывается, это кофейня на колесах. Ее здесь припарковали и варят кофе. Правда, человека здесь нет, а жаль. Мы бы кофейку с удовольствием выпили. И, напротив, у нас вот эти бумажные пакеты. Будете смеяться, обзор пакетов от Останина. Ну, это правда классно, потому что, во-первых, они бумажные, во-вторых, они с совочком. Ну, вот чудо, вот чудо, почему у нас на Черной Речке такого нет. Как вы видите, наступили холода, и выбор между хорошей прической и теплом я уже сделал. И ни в пользу внешнего вида. Приборы учета на самом деле тоже здорово. Да, то есть, опять же, во всех новых домах. Любая новостройка будет грешить ровно одним своим свойством, которое вот есть у них у всех. Это очень плохая звукоизоляция. С теплоизоляцией, чего тоже очень многое боятся, все хорошо. Почему? Потому что в каждой квартире стоит свой прибор теплоучета. То есть, вы при желании можете накрутить у себя, не знаю, температуру, как в сауне. За ваши деньги, любой каприз, пожалуйста. И, соответственно, их все считывает, конечно, управляющая компания. Вот. И выписывает вам, сколько вы должны заплатить. Вот. Крибры делам. Это все находится в парадной. По-моему, молодцы, вздумал. Начинаем с входа. Собственно, вот мы внутри в квартире. Квартира продается с отделкой. Единственное, что мне непонятно, вот в самом начале здесь установлена система умный дом. Мне кажется, что она установлена, в принципе, стандартно. Я надеюсь, что она будет входить в каждую квартиру, а не только в квартиру, которую показывает застройщик. Ну, имеется в виду, что для того, чтобы, может, там, удаленно следить за квартирой, да, все равно мы же здесь находимся с ключами только, да, чтобы тут никто не хулиганил. Поэтому, соответственно, камера и все остальное. Но, тем не менее, это все дело стоит. Я допускаю, что это работает, хотя мы не проверяли. Это вот здесь центр, да, все установлено внутри. Довольно прикольная штука, честно признаться. У застройщиков такое вижу впервые. Это здорово. В Энфилде система умный дом устанавливается не в каждой квартире, а как дополнительная стимуляция для продажи. И камера, которая там есть, тоже она входит в систему умный дом. Дальше, по поводу планировки. Вот мы находимся в коридоре. Прямо по курсу у нас один из санузлов. С левой стороны у нас еще один санузел. Налево от нас, строго налево от нас кухня. И за кухней еще комната. Вот это вот расположение, когда кухня не с краю квартиры, а в середине оно непривычно, мне кажется. Но я не знаю, хорошо это или плохо. То есть, ну, будем считать, что, не знаю, хорошо, наверное, да? То, что кухня находится вот здесь. Вот. Не знаю, в общем, как давность. Но хотя я бы, наверное, лучше ее все равно в сторону бы убрал. Или, как вариант, мне кажется, что еще логично было бы вот эту стеночку. Или снести, если можно. Или сделать через нее проход, чтобы это была комната объединенная. Может, я не субред. Кому-то не нравится. Но мне нравится кухня-гостиная. Что нам еще нужно про эту квартиру знать? Квартира стоит на данный момент за наличный расчет или с помощью ипотеки, то есть, без рассрочки, 7 миллионов 600 тысяч рублей. Ну, там, за небольшим вычетом, то есть, там, чуть-чуть меньше. Вот. 81 квадратный метр. Ну, высокие потолки, неплохая, на мой взгляд, отделка. То есть, вообще, арсенал, в целом, как застройщик, как по мне, он неплохой. То есть, в принципе, там нормально все строят. Есть у него, скажем, минусы, да, как и у всех. Но, тем не менее, очень часто ему приписывают то, что отделка в шоуруме сильно отличается в лучшую сторону, чем то, что потом получают люди. Здесь я не могу такого сказать. То есть, вот, если квартиры в таком виде будут сдаваться, на мой взгляд, это хорошо. Белые стены, все под покраску. Хорошая радиаторная батарея. Смотри, штука какая. Вот регулятор. Собственно, он есть в любой новой квартире. Мы только что смотрели, собственно, показания счетчика вот с этих регуляторов выходят туда. Но здесь, смотри, штука. То есть, в зависимости от температуры, меняется цвет. Забавно. И потом так же погаснет. Неплохая отделка, как по мне. Это плюсы, собственно, этого комплекса, конкретно этой квартиры. Но мы поговорим о минусах. И минусы тоже достаточно существенные. А сейчас пока пойдемте в другую комнату. Собственно, вот соседняя комната с кухней. Называйте ее как угодно. Гостиная, не знаю, комната родителей или что-то еще. Потому что две другие комнаты, они примерно сопоставимым размером. В принципе, вся квартира, все комнаты почти одинакового размера, как по мне, по ощущениям. Опять же, в квартире несколько балконов, что тоже здорово. Соответственно, есть возможность там, условно, со спальни родителей, например, выйти. Да, тоже все как с панорамным остеклением в пол. Внизу мы видим террасу соседок. Если отсюда бычки выбрасывать, мне кажется, весь дом может это делать бедному соседу, к сожалению. А что тут еще расскажешь? Да ничего не расскажешь. Приятный балкончик такой треугольный. Пойдемте дальше. Проходим дальше по квартире. С левой стороны у нас отдельно туалет. Его можно назвать гостевым санузлом, потому что рядом с выходом. Что важно в нем? С левой стороны вот щиточек. Позвольте-ка я просочусь. Вот здесь. Здесь прибор учета воды. Пойдемте дальше. Двери все в одном стиле, все светлые. Это один из вариантов отделки. Вариантов отделки три можно было выбрать. Это классический, такой у нас самый-самый простой и нейтральный. Так, дальше у нас второй санузел. Соответственно, здесь ванна и место под стиральную машину. Радиатор у нас от воды. Он горячий. Все хорошо. Влагозащищенная розетка. Ну, в принципе, стандартный, нормальный. Неплохой санузел. К цвету плитка у меня есть вопросы, но это... Это моя личная история. Вот. Пойдемте дальше. Не знаю, что еще вам про Ванну рассказать. И, соответственно, если мы выходим из санузла, у нас две комнаты направо и налево. То есть, вот это здорово. Здесь бы я сделал самую тихую комнату, спальню родителей, например, чтобы подальше от всех. Она выходит на, соответственно, противоположную сторону. Не во двор, а на внешнюю сторону дома. И в тоже еще одна из комнат... А, я даже, смотрите, я ошибся. Три балкона в каждой комнате у нас по балкому. Точно. Ну, это здорово. Здесь, соответственно, больше... Чуть-чуть длиннее. Так, ну что же, собственно, пойдемте посмотрим последнюю комнату. Итак, последняя комната, как я уже говорил выше, они все примерно одинакового размера. Тоже с балконом. Все, не знаем, что добавить. Давайте мы с вами теперь поговорим о минусах данного комплекса. Потому что, еще раз пробежимся по плюсам. Система умный дом. Не самая плохая отделка. Не самый плохой застройщик. Цена до 100 тысяч за квадратный метр у нас получается. Логичная, на мой взгляд, планировка. То есть к планировке вообще никаких претензий. У меня претензия в этом комплексе есть ровно к одному. К месту. Я объясню почему. ЖК Энфилд, он даже для Девяткино находится, на мой взгляд, достаточно далеко. То есть, если здесь ехать в метро Девяткино, то получается, ты выезжаешь на свою территорию. Да, территория большая. Да, территория классная. Да, свои детские сады. Да, там они стараются, чтобы была хорошая территория внутри комплекса, чтобы было приятно находиться. Но ты сюда должен долго очень ехать. То есть, здесь, понимаете, в чем штука? В Девяткино быть с автомобилем, это довольно нелогично. Потому что много здесь, понимаете, в чем штука? Ложно уехать. И поэтому я часто говорю, что люди, которые приобретают в Девяткино, если вы пешеход, то все отлично. Вот. Но здесь до метро пешком, до метро Девяткино, ну минут, наверное, ну полчаса. Ну вот так. Хочется сказать меньше, но на мой взгляд, быстрее вряд ли вы дойдете пешком. То есть, уже как бы хотелось бы, наверное, автомобиль или что-то еще. Но опять же, в Девяткино на машине быть это бред. Но здесь очень удобно выезды на кат. То есть, конкретно в этом комплексе, в принципе, на машине немножко проще, чем в основной части Девяткино. Ну, личное мое мнение. Такая не застыковка. Вот это вот у меня основная, очень большая претензия к этому комплексу. Именно место. Когда все достроят, когда это поле слева от нас, которое сейчас засажено непонятно чем, чуть ли не капустой, оно рано или поздно застроится. Соответственно, тогда, да, тогда, наверное. Но опять же, я надеюсь, здесь опять же и уже развязку построят, чтобы немножко загрузить дороги и все остальное. Ну что же, друзья, спасибо вам. Я надеюсь, вам показалось интересным. Если вы считаете, что это дорого, пишите в комментариях. Если у вас, скажем, есть какая-то альтернатива, чтобы вы купили за эти деньги вместо такой квартиры, тоже пишите, смотрите, обсудим. Спасибо вам. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До свидания. Ролик, который мы снимали, он снимался уже с данной квартиры, которая находится в свободной продаже. Понятно, что это не шоурум. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok